добрый добрый субботний денечек вчера голову а точнее позавчера была голову отлично волос не жирный шампунь хороший подобрала для себя можете сами посмотреть прочитала ваши комментарии с утра всегда встаю всегда крашу всегда красотка с утра сами можете посмотреть красивая эффектная бобёна прошел ваши комментарии сейчас вот этом сошла творческую студию прочла ваши комментарии у нас 11 32 такой привет несете такой привет опять я не знаю честно люди вчера на 8 марта хорошие все комментарии были всем огромное спасибо комментарии действительно хорошие люди адекватные писали наверно вот эти хейтеры бухали сегодня уже отрезвили я кстати тоже шампанское топила сегодня утром топила шампанское ну там чуть-чуть осталось на утро себе оставила с холодильником бомба что хочу сказать пишите комментарии такой комментарий был что у вас на родине тоже не не все люди имеют свою нетвешимость пресса его и кобылы я в 20 лет уже имела собственную квартиру 20 лет ни один немец ни одна немка в 20 лет не имеет собственную квартиру но если очень богатые люди ну которых тут я смотрела статистику 9 процентов всего населения которые могут себе что-нибудь что-либо позволить из хорошего я эту тему больше поднимать не хочу я уже миллион рассказала можно без стиральной машины обойтись но жилье собственное необходимо иметь это это как квартиру отташу вот такую квартиру студию это необходимость иметь собственности это не роскошь это не роскошь когда уже до ваших умов это дойдет я не знаю потому что пишите комментарии одно слово услышали написали комментарии кстати что хочу вам сказать по поводу чая чая турецком магазине покупали этот я еще не распечатывала 450 грамм пачка этот уже попробовала очень хороший чай вот сколько я покупала в немецких магазинах в интер маркете вот этот чай самый лучший что я купила и ароматный и такой терпкий чай терпкость имеет так что вот так кстати кто помнит когда я кофе покупала уже пачку кофе одну выпили уже пачки кофе нету писали что это на полгода на три года кофе пачки уже нет у меня быстро кофе уходит но вчера личная пир и кружки кофе выпила сегодня пока что одну так что я хочу еще сказать комментарии читали я в ужасе в уши все люди я не знаю у каждого это можно понять у каждого своя ментальность у каждого свой менталитет у каждого свои жизненные приоритеты я за тебя уже говорила мой жизненный приоритет я лучше от наку души я лучше не буду семью иметь но для меня собственный дом это необходимость дом квартира это необходимость квартира это вообще-то дом это еще можно сказать что ли ну чуть-чуть с роскоши но смотря какой дом а квартиру иметь элементарную вот такую квартиру даже пусть будет студия ну твоя у тебя ордер на нее есть документ есть что ты это твоя собственность это не то что ты там эта квартира имеет хозяина эта квартира должна принадлежать тебе я за два года в нермании я такой шок получил от этих аренд от этих мид всяких ну я лично очень сочувствую бюргерам которые всю жизнь прожили в аренде я им очень сочувствую это не 6 это существование мало того что в человек как живут еще и в арендованных это не в собственных собственный человек можно продать добавить денежку и купить себе домик а эту квартиру ты не продашь это квартира имеет хозяин так что вот так сколько бы мне не писали это мое мнение это моя жизнь я свою жизнь гробить не собираюсь в арендованной квартире скоро вы сами увидите я тут не останусь это максимум максимум последний год моего существования в этой стране у меня это два года ушли коту под хвост коту под хвост я дом не купила я даже квартиру тут не имею дай бог чтоб моя квартира сохранилась чтобы у меня свой капитал был потому что вот это шесть вот так я думаю сами понимаете со страстиком тоже немного нервов прикиньте вот покупает вот такой кутилёванную воду посмотрите евро 50 стоит что он не заявляет в германии вода херовая но вода действительно очень жесткая вот сегодня буду чайник мы можете сами посмотреть какой налет на чайник неделю только назад мыло налет страшный я его чищу лимонной кислотой налет очень конечно я не знаю что за нее деньги берут вода это кожа я думала у нас жесткая вода но у нас месяц вот за месяц такой налет не образуется как тут за неделю и стоимость воды очень дорогая у нас вода безлимитная ты можешь есть сколько хочешь эту воду ты не экономишь ее вот я например я никогда не знала что такое экономить воду я платила определенную стоимость как вас интернет платите фиксированную ставку и пользуетесь сколько вам угодно этим интернетом так я и заводу я платила по норме два куба холодной воды 4 куба холодной воды на человека и 3 куба горячей воды вот это у меня фиксированная это без счетчиков у меня фиксированная ставка была я ее оплачивала и безлимитно пользовалась водой могла кран не выключать ну во первых это вода на с реки берется в реку она и поступает ее очистят и она в реку и поступает расход воды от этого нашей ну в природе в меньше воды не станет будет и не ночь крана это все мы ушли в школе все мы знаем про ворот воды в природе вода уходит вода и приходит пресная вода она была есть и будет если там кто-то пропаганду несет что с водой пресный дефицит дефицит это в шарких странах тех странах где нету осадков и нету рек но мы эту тему не будем поднимать я уже свое мнение сказала остался что мне стаса являет буду на пути лёганой водой голову мыть он вы видите ли лысеет я говорю но не настальчишь он каждый день моет голову я говорю не настальчишь этой воды это у него где-то 5-6 литров 7 литров уйдет нам мыть его головы вот у него короткая стрэшка но все равно говорит вот он пути лёганой водой напишите кто кто те кто живет в германии моет голову пути лёганой водой и опять таки это пути лёганая вода она тоже берется с того же экрана она очищается вроде но с того же экрана это обычная фильтрованная вода так что я же говорю я в шоке я в шоке из комментаторов шоке из-за всего в шоке один день хорошие комментарии потом опять начинается потом опять не у меня такое чувство что пухали пухали сейчас опять вылазит не знаю таким что там понапишут у меня сегодня целый день тоже уборка надо полы помыть полы грязные надо полы помыть пропелисовщую я полы мою пару раз в неделю но в основном один раз неделю но пару раз мой бывает что и пара пелесосе я почти каждые два дня пропелисовала пыль сняла у меня чисто так что вот так надо еще холодильник разморозить но пока холодец стоит не буду холодильник помыть надо разморозить почистить столько тел не знаю со что хвататься так что вот такая погодка у нас замечательная теплая на балкон только что вы хотела перекурить очень тепло очень хорошо чай кто-то хочет вкусный чай в нермании турецком магазине и показывала вам еще раз покажу это не реклама это честно дружеский мой вам совет чай очень вкусно вот я пила очень вкусный терпкий чай 25 пакетов 6 евро от аласа комплект туда входил вон тот 450 грамм и вот это 25 пакетов так что чай спасибо спасибо огромное тем подписчикам зрителям которые писали то ищите хороший чай в турецком магазине после нас он есть это турецкий магазин я не могла найти вот это стиральную машинку мы с пункта вытачи собирали и там рядом с этим пунктом рядом турецкая лавка минимум и там вот этот чай и вообще продукция там хорошая что-нибудь еще будем там покупать потому что действительно видно что продукты хорошие так что так немецких кстати немцам пьет фруктовые чаи черные зеленые чаи немцы не пьют а мы любим мы любим мы это мальчатся потопали в магазин у меня куча тел уборка но даже убирать сюда надо быть прямо граффити быть красавицей так что я всегда свою планку держу на высшем уровне покушала пожарила картошечку сегодня поела холодец еще и али пишет алекса на прошлом же видео есть полный рецепт как я готовлю люди смотрите видео пожалуйста смотрите полное видео так чтобы так всем теплых выходных отличного настроения позитива мира и добра подписывайтесь на канал ставьте лайки